Господи, Господь наш, я точу на имя Твое по всей земли, я подвзяста великолепие Твое, приемы и решенье без. Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня воскресенье, вторая неделя Великого Поста. Церковь предлагает нам в сегодняшний день отрывок из послания святаго апостола Павла к евреям. Глава 1 стихи с 10 до конца главы, и глава 2, первые три стиха. Вот как звучит данный отрывок в русском синодальном переводе. В начале Ты, Господи, основал землю и небеса, дело рук Твоих. Они погибнут, а Ты пребываешь. И все обветшают, как риза, и как одежду свернешь их, и изменятся, но Ты тот же, и лето Твоей не кончится. Кому, когда из ангелов сказал Бог, «Сиди, одеснуй меня, доколе положу врагов Твоих в подножие ног Твоих». Не все ли они, суть служебные духи, посылаемые на служение для тех, которые имеют наследовать спасение? Посему мы должны быть особенно внимательны к слышанному, чтобы не отпасть. Ибо если через ангелов возвещенное слово было твердо, и всякое преступление и непослушание получало праведное воздаяние, то как мы избежим, вознеродев отоликом спасения, которое, быв сначала проповедано Господом в нас, утвердилось слышавшими от Него? Итак, дорогие братья и сестры, сегодня вторая неделя Великого Поста, 15 марта, и мы продолжаем с вами чтение в выходные дни, в субботу и воскресенье, мы читаем с вами отрывки из «Апостола», продолжаем с вами чтение послания апостола Павла к евреям. И условно мы можем разделить сегодняшний отрывок на две части. Это конец первой главы, стихи с 10 до 14, и начало второй главы. Это вот два таких отдельных блока, которые взаимосвязаны, но их лучше рассматривать отдельно, чтобы в дальнейшем соединить это рассматриваемое, и получилась полная цельная картина. Итак, в первой главе вообще и для авторого послания в целом данного, было важно показать, что Господь наш Иисус Христос – это истинный Бог. Это не пророк, это не просто пророк, пускай даже самый великий. Это не ангел, служебный дух, послушный Господу. И тем более это не какой-то просто выдающийся человек. Нет. Для христиан, как тогда, так и сейчас, очевидна та мысль, что Иисус Христос – это истинный Бог и истинный человек. Пришли в мир, дабы человечество спасти. Но так было понятно не сразу. И, конечно же, учение церкви вырабатывалось с течением времени, с течением, с потребностями, потребностями времени, потому что православное богословие и богословие первого века христианское, оно в целом реакционное. Оно не измышляло и не придумало ничего своего. Оно реагировало на какие-то ереси. Это всегда была реакция. И здесь в первом отрывке как раз-таки и приводится та аргументация первохристианская того, что Господь Иисус Христос – это не просто человек и не просто пророк. И тем более это не ангел. Он выше всего этого, потому что кто такой Иисус из Назарета? Это Христос. Это греческий перевод еврейского слова «мессия». Машиах. Машиах – это помазанный. Христос тоже переводится как «помазанник». Помазанный. Соответственно, Христос, Господь наш, точнее Иисус, он помазан Богом на вот это служение Мессии, на спасение людей. Это помазание, вы сами прекрасно знаете, когда произошло. В момент сошествия Святого Духа, в момент крещения. Не так давно, полтора месяца назад, мы, даже нет, два месяца назад, мы праздновали с вами крещение Господне. И вот этот эпизод, он ярко показывает свидетельство Духа о Иисусе из Назарета, что Он есть истинный Мессия. Это помазание Его на то служение, на которое Он вышел. Помазание человечества Иисуса Христа. Соответственно, здесь говорится о том, что Бог основал все, и все принадлежит Богу извечно. И Христос – это не ангел, потому что кому когда из ангелов сказал Бог «Сиди, одеснуй меня, доколе положу врагов твоих под ножи ног твоих». Продолжается аргументация, которая была начата в начале первой главы. И здесь мы видим завершение этой аргументации. Еще один пример от Писания. Псалмы на 33, на 90, на 102, на книгу Даниила, пророка и книгу Бытие. Мы видим целую палитру этих красок, палитру отсылок к Ветхому Завету. Потому что для евреев была важна вот эта аргументация от Писания. Если мы видим в Евангелии от Луки, например, что больше идет декой универсализм, что Господь пришел для всех, то в тех книгах Нового Завета, где аудитория в большей части – это иудеи, это евреи, то там мы видим изобилие отсылок к Ветхому Завету, к цитатам. Евангелие от Матфея – 60% всех цитат Нового Завета. Это о чем-то говорит. Не все ли они и суть служебные духи, посылаемые на служение для тех, которые имеют наследовать спасение? Итак, ангелы – служебные духи. А вот Христос, Господь наш Иисус, Он не служебный дух. И автор послания как раз-таки это четко нам показывает, например, отрывков Ветхого Завета, которые посвящены Мессии, так называемые мессианские отрывки Ветхого Завета. Итак, мы выяснили, да, Господь Иисус Христос – это истинный Мессия, ни ангел и ни пророк. Хотя Он и послан, как ангелы подсылаются, Он и выполняет пророческое служение, но Он выше всех этих служений, несомненно. Далее говорится о том, что посему мы должны быть особенно внимательны к слышанному, чтобы не отпасть. Ибо если через ангелов возвещенное слово было твердо, и всякое преступление и послушание получало праведное воздаяние, то как мы избежим, возненародев, от оликом спасения, которое было проповедано нам. Итак, мысль проста, но она в том и страшна в своей простоте для нас, потому что налагает на нас большую ответственность за ту правду, за ту правду Божию, которую мы усвоили. Это Евангелие Божие. Евангелие – благая весть о спасении всего человечества. И какова логика, какова мысль автора? Он говорит о том, что, смотрите, мы должны особенно ревновать о своей вере, мы должны особенно быть внимательны к Слову Божию, к слышанному, к Евангелию, чтобы не отпасть. Почему мы должны быть особенно внимательны? Ибо если через ангелов возвещенное слово было твердо, то есть существовало представление у иудеев, что между Богом и человеком были посредники ангелов, они приносили все это пророкам. Но так или иначе, были некие посредники, вот эти ангелы и пророки. И их слово было твердо, и нарушенное слово посредников, нарушенное слово Божие, принесенное посредниками, и всякое преступление и непослушание получало праведное воздаяние. И тут к нам приходит сам Бог, воплощается в мире, так вот, если мы нарушим Его Евангелие, то какая участь ждет всех нас? И дальше говорится, «Так как мы избежим вознерадев от оликом спасения, которое, быв сначала проповедано Господом, в нас утвердилось слышавшими от Него, утвердилось в нас, прежде всего в апостолах, и проповедано всей Церкви, чего и мы с вами держимся, истинного предания Святой Соборной Апостольской Вселенской Церкви, веру в которую мы исповедуем и читаем это в символе веры, и поем каждый раз за литургией. Итак, дорогие братья и сестры, мы должны следовать за Христом, мы должны веровать в истинность слов Спасителя, в истинность того, что Он истинный Мессия, и следовать этой правде Евангелия Божия. Будем также молиться и помнить о том, что когда мы молимся, мы обращаемся к Богу, а когда читаем Священное Писание и слышим Его, это Бог обращается к нам. Всем радости о Господе и до новых встреч! Господи, Господь наш, я точу на имя Твое по всей земли, я бы взялся в великолепие Твое, приливы и греше небес. Субтитры создавал DimaTorzok